Hello, hello! Приветствую вас, друзья! Вы смотрите канал OK English Elementary. С вами Елена Викторовна. И сегодня в уроке номер 76 нашего большого обучающего курса по грамматике английского для новичков. Это абсолютно полный курс. Ничего другого, в общем-то, вам учить уже и не нужно, кроме практики, естественно. Так вот, сегодня в нашем уроке мы говорим о словах some и any. Мы поговорим о всех случаях, основных случаях, когда они используются. То есть, о трех типах приложений. Утверждение, отрицание и вопросы. Слова some и any вызывают очень много трудностей у русских, потому что зачастую они вообще не переводятся. Поэтому нам непонятно, какой смысл несет данное слово. Та же проблема, примерно, что у нас возникала с артиклями, которые стоят в английском языке, но которых нет в русском языке. И вот с такими вот каверзными словами, конечно же, трудно работать, но мы постараемся. Итак, все-таки давайте разберемся с самым основным. Какое значение передают слова some и any? Причем, вы видите, что я говорю о них в паре. Some, any, они очень часто взаимозаменяемы, но, естественно, такая замена происходит по некоторым правилам, по некоторым принципам. Итак, слова some и any, которые вы увидите перед словом во множном числе или перед неисчисляемым, передают значение какое-то количество. Например, я скажу I've got some apples in the kitchen. У меня на кухне яблоки. Some apples для англичанина говорит, что у меня какое-то количество яблок. То есть, я точно не знаю, какое. Просто знаю, что они там есть. И знаю, что их больше, чем одно. Я говорю some apples. Если я, например, спрошу у своей подруги Have you got any apples? У тебя есть яблоки? Мне захотелось срочно узнать, есть ли у моей подруги яблоки. То я задам вопрос именно так. Have you got any apples? Какое-то количество яблок. То есть, я не знаю вообще, есть они у нее или нет. Я не знаю, какое там количество. Но я скажу именно так. Any apples. Итак, мы определились со смыслом. Some и any – какое-то количество. Я не знаю точно, какое. Some обычно стоит в утверждении. Any обычно стоит в отрицании. То есть, я скажу I haven't got any apples. У меня нет яблок. То есть, у меня нет какого-то количества яблок. Только в русском языке мы так не говорим. Мы говорим просто нет яблок. Все. Ноль яблок. Никакого количества нет. По-английски скажем not any apples. Никаких яблок. Но есть у нас ситуация, когда и some, и any могут употребляться в вопросе. Давайте с вами запомним, что если вопрос у нас общий, то есть, ответ на который да или нет, то в таких вопросах мы используем any. Именно поэтому я вас спросила. Я, вернее, спросила подругу. Have you got any apples? Это общий вопрос. У тебя есть яблоки? Have you got any apples? Она мне скажет yes, I have, если они у нее есть. Она мне скажет no, I haven't, если у нее их нет. Но если у нас вопрос типа would you like, когда мы что-то предлагаем, хочешь яблок? Или там хочешь чаю? То вот в таких типах вопросов мы используем some. Я скажу. Would you like some apples? Хочешь яблок? Или would you like some coffee? Хочешь кофе? Нам, русским, опять же, неудобно использовать эти some, но вам нужно привыкнуть просто подставлять это слово вот в таком вот шаблоне, да, если это вопрос. И очень часто, мы уже, в принципе, даже упоминали это, в приложениях со словом there, где there – это формальное подлежащее, в 30-х уроках мы об этом говорили, мы используем слова some и any. Опять же, они просто, мы должны привыкнуть использовать их в таких шаблонах. Обо всем этом мы подробно поговорим в нашем уроке. И еще раз, как опора такая. There are some books. Там книги. Ну, то есть, видим there – там, где-то там, не знаю где, да. Есть какое-то количество книг. Some books. Если я не знаю, есть ли там вообще книги или нет, я говорю are there any books? Там есть книги. То есть, хоть какое-то количество книг там есть. Are there any books? Видим, что мало того, что это предложение со словом there, так это еще и общий вопрос, ответ на который да или нет. Соответственно, мы добавляем слово any перед books. Если я скажу are there books, вам будет казаться, что это нормально. Нет, в английском языке это ненормально. Здесь чего-то не хватает по ощущениям англоговорящего человека. Вот этого слова any не хватает. Поэтому первое, чем вам нужно заняться, это после того, как вы поняли суть слов сомнения, это выработать ощущения, когда же они появляются. Ну, а теперь переходим, собственно говоря, к практике. There are some good moments in her life she likes to remember. В ее жизни есть хорошие моменты, которые ей нравится помнить. Итак, мы видим предложение со словом there, которое работает как формальное подлежащее. There, как стрелка, отправляет нас к слову moments. Моменты. There are some good moments. Есть хорошие моменты, где in her life, в ее жизни, какая это жизнь, которые, вернее, даже не какая это жизнь, какие-то моменты, да? She likes to remember, которые ей нравится вспоминать. Я говорю не просто there are good moments, а говорю there are some good moments. То есть не все моменты были в ее жизни хорошими, но некоторое количество some good moments, они все-таки присутствовали. Поэтому я говорю there are some good moments. Видим конструкцию there, и в ней появилось some, так как это утверждение. Утверждение. Обратите внимание, что any практически никогда в утверждениях не появляется. Это крайне редкий случай, мы о нем не будем говорить с вами. Точно так же, как слово some в отрицательных предложениях, то есть там, где появилось not или отрицательное слово, никогда в этих предложениях слово some не появится. Это тоже нужно запомнить. Двигаемся дальше. I know some good poems. Я знаю несколько хороших стихов. То есть вот есть какое-то количество, я не могу так сразу вспомнить, там пять стихов это или десять, просто есть какое-то количество стихов, some good poems, которые я знаю. I know some good poems. I want to dance with somebody. Я хочу с кем-то потанцевать. Итак, здесь у нас интересный случай, потому что мы видим слово some не саму по себе, а в связке со словом body. Somebody. Ну, в принципе, мы будем дальше более подробно говорить об этих связках. Пока же просто обратите внимание, что слово some, так же, как и слово any, может объединяться со словом body, и слово somebody или anybody, которое вам попадется, будет переводиться как кто-то. Ну, anybody зачастую может переводиться еще и как никто, если это отрицательное предложение. Итак, I want to dance with somebody. Я хочу с кем-то потанцевать. Кто-то, да? Какое-то количество людей или какой-то человек, это somebody, если это утверждение. I want to dance with somebody. Я хочу потанцевать с кем-то. Но если это вопрос, то слово кто-то, ну, его варианты, кого-то, кому-то, это уже не somebody, это уже anybody, если у нас общий вопрос, то есть который начинается со вспомогательного глагола, например, did. Did anybody listen to his report? Кто-то слушал его доклад? Хоть кто-то, хоть одно тело, кто-то его слушал? Did anybody listen to his report? Видим, что здесь вопрос, ответ на который да или нет. То есть я могу сказать, да, кто-то его слышал. Yes, somebody did. Могу сказать, нет, никто не слушал. No, nobody did. Поэтому, ну, nobody did, это, опять же, забегая наперед, такой ответ мы дадим, да, я могу, в общем, сказать yes or no, да, ответ на данный вопрос. Именно поэтому здесь я не могу сказать did somebody listen. Это будет некорректно с точки зрения английского. Мы видим связку did any. Хоть any само по себе, хоть anybody, но any и some будут везде функционировать по одним правилам. Двигаемся дальше. Is there anybody to help me? Есть ли кто-то, кто поможет мне? Мы видим, что у нас общий вопрос, ответ на который да или нет. Either, есть ли кто-то? Я скажу yes, либо я скажу no. И еще у нас дополнительно здесь есть слово there, поэтому обязательно в данном предложении должно появиться any или some. Ну, естественно, any, потому что вопрос общий. Is there anybody to help me? Есть ли кто-то, кто поможет мне? Кто-нибудь найдется, кто поможет мне? Следующий пример. I haven't got any experience of living by myself. У меня нет опыта самостоятельной жизни, жизни самому. Live by myself – это жить самому. То есть, когда вы живете полностью один. И я говорю I haven't got any experience. У меня нет опыта. То есть, никакого абсолютного опыта any experience у меня нет. Если я скажу I haven't got experience, будет звучать, как будто чего-то не хватает. И вот это чувство, когда если вы выкинете any, то предложение кажется каким-то неполноценным, вот оно у вас постепенно должно выработаться. Друзья мои, точно так же, как оно выработалось у англоговорящих людей. Поэтому здесь только примеры, только практика. Все, что с точки зрения теории я могу вам объяснить, я вам объяснила. Давайте еще разочек прочитаем наши шесть примеров, двинемся дальше. There are some good moments in her life she likes to remember. I know some good poems. I want to dance with somebody. Did anybody listen to his report? Is there anybody to help me? I haven't got any experience of living by myself. И еще, друзья мои, забыла сказать, может быть, уже говорила, еще раз повторюсь, слово some читается с a some. Никогда не говорите some, даже если вам сильно будет хотеться это сделать. Это слово везде, всеми, всегда произносится, как some. Хоть в связке somebody, хоть отдельно some, как some good moments. Это просто такое вам предостережение. Двигаемся дальше к следующему слайду. И чтобы вам было веселее, у нас здесь диалоги. Are there any suggestions to discuss? Yes, we have some. Let's get started. Ну что, есть какие-то предложения, которые нужно обсудить? Да, есть. Давайте начнем. Первое, что мы здесь видим, это общий вопрос. Are there any suggestions? И ответ на него будет yes или no. Ну, мы видим, что ответ все-таки yes. Итак, мы поэтому говорим не просто are there suggestions, а мы говорим are there any suggestions? Опять же, обращаем ваше внимание, что слово suggestions стоит во множенном числе. Я вам в самом начале говорила, что any будет стоять перед множественным числом, либо перед неисчисляемым. Мы дальше посмотрим, как это работает. Ну и ответ yes, we have some. Я не могу сказать в ответе yes, we have any, то есть оставить то же самое any, потому что yes – это уже утверждение. Слово any в утверждениях, как правило, не используется, поэтому я сделаю замену any меняю на some. Yes, we have some. Либо я могу дать более короткий ответ yes, we have, либо могу его расширить и сказать yes, we have some suggestions to discuss. Suggestion – это предложение, и я даю характеристику. Какое предложение? To discuss – чтобы обсудить его. Предложение я, да, чтобы обсудить их. Ну и предложение let's get started – давайте начинать. Просто запомните весь оборот. Let's get started. Let's get started. Are there any suggestions to discuss? Yes, we have some. Let's get started. Следующий диалог. Have you got any cash to pay? Yes, there is some in my pocket. У тебя есть денюжка, чтобы заплатить? Да, у меня что-то есть в кармане. Итак, мы видим опять же общий вопрос. Have you got any cash? Слово cash – это деньги, наличные деньги. Мы с вами помним, что деньги, money и вариант cash – это неисчисляемое в английском языке, соответственно, мы должны использовать слово any. Если я скажу have you got cash, как бы, ну, не совсем полноценное предложение, поэтому я говорю have you got any cash? У тебя есть хоть какое-то количество денег, имеется в виду достаточных, для какой цели? To pay – чтобы заплатить. Have you got any cash to pay? И видим ответ утвердительный – yes. There is some in my pocket. Видим, что предложение с конструкцией there, поэтому появится some, мы можем чуть-чуть расширить и сказать there is some cash in my pocket. Но обратите внимание, что слово some, когда оно появилось, оно позволяет нам точно так же, как one и once, не повторять понятное по смыслу существительное. Поэтому я могу сказать there is some cash, а могу сказать there is some. И всем будет понятно дальше, о чем же я говорю, естественно, о слове cash. То есть some работает тоже как возможность избежать тавтологии. Have you got any cash to pay? Yeah, there is some in my pocket. Пример 9. Are there any problems with your car? Yes, I have some. I need to call to the car service. У тебя проблемы с машиной? Да. Мне нужно позвонить в сервис, в автосервис. Общий вопрос. Are there any problems with your car? То есть я вижу, что ты не за рулем, я вижу, что ты там колупаешься в моторе, ну и я, естественно, спрашиваю, у тебя проблемы с машиной? Are there any problems with your car? Опять же, в русском языке я говорю, у тебя проблемы, то есть я совсем другую грамматическую структуру использовала. По-английски я добавляю слово are, которого не было в русском языке, оно говорит о времени, сейчас проблемы. Я добавляю there, которого не было в русском языке, оно говорит о том, что что-то где-то есть. Я добавляю слово any, которого не было в русском языке, которое показывает, что проблема не одна, а их какое-то количество. Мы даже не знаем, сколько там проблем с этой машиной, но знаем, что она не заводится, то есть какие-то проблемы с ней есть, непонятно сколько. Any, какое-то количество. И вот, наконец-то, мы дошли до того, что переводится на русском языке. Problems with your car. Причем в русском языке я добавила формальные слова у тебя, у тебя, которых не было в английском языке. Поэтому вот это пример предложения, где абсолютно не сходится русская-английская структура. Я каждый раз намекаю вам, вернее, уже говорю открытым текстом друзьям, что мы должны использовать английские шаблоны при переводе, мы не должны использовать русские шаблоны, потому что по-русски все говорится зачастую не так, как это говорится в английском. Итак, Are there any problems with your car? Yes, I have some. Да. То есть, все, yes, I have some переводится коротко и ясно. Да. Или, да, у меня проблемы. Но в английском языке слово проблемы подразумевается, потому что мы видим some. Опять же, some появилось вместо any, потому что у нас утверждение. I need to call to the car service. Мне нужно позвонить в автосервис. Car service автосервис. Are there any problems with your car? Yes, I have some. I need to call to the car service. Пример 10. I have hardly any groceries in my fridge. I need to buy some. У меня едва ли есть какие-то продукты в холодильнике. Мне нужно что-то купить. Итак, I have. У меня есть. Слово hardly несет негативный оттенок смысла и говорит, что у меня практически этого нет. То есть, видим слово hardly и подразумеваем слово not, которое стоит где-то рядом с ним. Именно поэтому слово hardly превращает утвердительное предложение в отрицательное. Хотя самого отрицания мы не видим. Поэтому я вам говорила, что any появляется не только в предложениях со словом not, но и в предложениях со словом, которое несет негативный смысл, отрицательный смысл. Например, слово hardly или очень часто слово never. I have hardly any groceries. У меня едва ли что-то есть или у меня практически нет никакой еды. Гроссерис, еда, в основном, как бы бокалейная, но можем понимать как любую. In my fridge в холодильнике. I need to buy some. Не нужно что-то купить. Опять же, сам заменяет слово groceries. И мы видим, что каждый раз any появлялась перед множным числом suggestions, problems, groceries, либо перед неисчисляемым. Например, слово cash, которое мы посчитать не можем. Если бы слово стояло в единственном числе, например, suggestion или problem, то и слово any нам было бы не нужно. Не нужно его сюда было бы добавлять. Вот такие вот дела. Давайте прочитаем с вами еще раз эти примеры. Are there any suggestions to discuss? Yes, we have some. Let's get started. Have you got any cash to pay? Yeah, there is some in my pocket. Are there any problems with your car? Yes, I have some. I need to call to the car service. I have hardly any groceries in my fridge. I need to buy some. Двигаемся дальше, друзья мои. Еще у нас тут есть диалоги. Номер 11. Somebody was looking for you yesterday. Oh, yeah? I didn't rent in meetings for yesterday. Тебя кто-то вчера искал. Правда? Я вроде бы не назначал никакие встречи на вчера. Итак, somebody was looking for you yesterday. Тебя кто-то искал. Слово somebody здесь имеет конкретный перевод слава Богу. Кто-то. Именно поэтому, кстати, со словом somebody и anybody проще работать. На русский язык они переводятся всегда, как кто-то, ну, либо как никто, если говорить об any. Итак, somebody в английском языке технически это всегда кто-то один. Слово buddy, да, нам на это намекает. Поэтому я говорю somebody was looking. Кто-то искал. Look for it. искать кого-то. Somebody was looking for you. Кто-то искал тебя. И когда yesterday. Oh yeah? Правда? I didn't arrange any meetings for yesterday. Я не назначал никаких встреч. Итак, arrange a meeting это назначить встречу. Так как встреч у нас было несколько, вернее, их ни одной не было, поэтому мы говорим not any meetings. Мы видим шаблон not, шаблон слова any и meetings во множном числе. Запоминаем связку arrange a meeting назначить одну встречу, arrange meetings назначать встречи. I didn't arrange any meetings for yesterday. Я не назначала никаких встреч вчера. Somebody was looking for you yesterday. Oh yeah? I didn't arrange any meetings for yesterday. Does anybody know anything about the accident? Кто-то хоть что-то знает о происшествии? Итак, произошло что-то, какое-то событие, какое-то происшествие. An accident. И дальше мы хотим узнать, известно ли кому-то хоть что-то, может кто-то что-то знал? Поэтому мы говорим does anybody know кто-то знает хоть что-либо? Anything about the accident? Итак, мы здесь видим слово кто-то, anybody, и что-то, anything. Мы говорим не somebody, не something, только по той причине, что у нас общий вопрос, вопрос, который начинается со слова does и ответ на который да или нет. То есть да, кто-то что-то видел. No, никто ничего не видел. Вопрос общего характера, без конкретики. Does anybody know anything about the accident? Do you know anybody who knows Tom's new address or at least his phone number? Nope. Ты знаешь хоть кого-то, кто знает новый адрес Тома или хотя бы его номер телефона? Не-а. Итак, общий вопрос. Do you know? Ты знаешь? Знаешь кого-то? Anybody. Опять же, мы используем any или вариант anybody, потому что общий вопрос. Теперь, кто же этот anybody? Мы должны дать пояснение. Пояснение в виде отдельного предложения. Who knows Tom's new address? Кто-то, кто знает новый адрес Тома? Or at least или хотя бы his phone number и его номер телефона? Nope. Nope – это разговорный вариант слова no. То есть, в разговорной речи вам могут сказать nope. По смыслу то же самое, что no. Do you know anybody who knows Tom's new address or at least his phone number? Nope. Номер четырнадцать. Nobody loves me. Oh, come on! I'm sure your mom loves you. Меня никто не любит. Да ладно тебе, я уверен, что тебя хоть мама любит. Итак, ты меня никто не любит. Никто. Никто в английском языке – это nobody. Nobody. Это слово всегда передает однозначный смысл. Никто. Оно, опять же, технически, как кто-то один, как Хили, как Щи, поэтому мы говорим loves. Nobody loves me. На русский, когда я буду переводить слово nobody, я вынуждена использовать двойное отрицание. Никто не любит. Почему так происходит? Русская структура требует того, чтобы мы использовали двойное отрицание. Никто не любит. Если я скажу «никто любит меня», звучит непонятно. Меня любят или не любят? Непонятно. Если я скажу «кто-то не любит меня», то я конкретно указываю, что вот этот кто-то, мы понимаем кто, он меня не любит. Но если я хочу сказать, что вообще меня никто не любит, я скажу «nobody loves me». То есть в английском языке в данном случае достаточно только одного отрицания. Если вы скажете «nobody doesn't love me», это звучит абсолютно неверно. Так в английском языке никто никогда не говорит. Поэтому запоминаем вот эту структуру. «nobody» плюс действие на русский язык переводится двойным отрицанием. Дальше. «Oh, come on! Да ладно тебе!» Выражение «come on!» подбадривающее. «Come on! Ну же! Да ладно!» Такой вот какой-то, знаете, лёгкий такой мотивационный шлепок. «I'm sure your mom loves you!» Я уверен, что тебя мама любит. «I'm sure» и дальше «в чём я уверен?» «Your mom loves you!» Твоя мама тебя любит. Итак, давайте прочитаем с вами эти примеры. «Somebody was looking for you yesterday. Oh, yeah? I didn't arrange any meetings for yesterday. Does anybody know anything about the accident? Do you know anybody who knows Tom's new address or at least his phone number? Nope. Nobody loves me. Oh, come on! I'm sure your mom loves you! Have you got anything to tell us? Sorry, no news. Тебе есть, что нам рассказать? Простите, никаких новостей. Итак, у нас общий вопрос have, да, yes or no, на него ответ. Have you got anything to tell us? дословно вопрос звучит как у тебя есть что-то, что рассказать нам? Ну, на русском мы так не говорим, по-русски мы скажем тебе есть, что нам рассказать? Вот это что в неизвестном количестве это anything в английском. Если у тебя что-то есть, и мы на самом деле этого не знаем, в английском языке мы задаем вопрос have you got? У тебя это есть? Have you got? У тебя есть что-то? Have you got anything? И какое же это что-то? To tell us, чтобы рассказать нам. Тебе есть, что нам рассказать? Sorry, no news. Простите, никаких новостей. No, news это отсутствие новостей. Никаких новостей. No. Обратите внимание, что если у вас перед словом, в данном случае неисчисляемая news, стоит не some, не any, а no, то это 100% отсутствие вот этого чего-то. Нулевое количество. No news. Никаких новостей. Have you got anything to tell us? Sorry, no news. Can I borrow some money from you? How much do need? Я могу заложить у тебя деньги? А сколько тебе нужно? Итак, общий вопрос, он начинается в данном случае уже не со вспомогательного глагола, например, have, а с модального can, но это все еще вопрос, который требует однозначного ответа yes or yes or no. Can I borrow? Я могу доложить some money деньги from you? Деньги, money, это неисчисляемое, мы уже говорили о слове cash, тот же самый принцип. How much do you need? Сколько тебе нужно? Can I borrow some money from you? How much do you need? Let's eat some pizza. Sounds good. Давай делаю предложение let's, давай сделаем это, let's eat, давай съедим, и я предлагаю что съесть? Some pizza, пиццу. Тут имеется в виду пицца как просто как неисчисляемо, в общем, да, в английском языке сюда же относится слово cake, например, торт, rice, рис, porridge, каша, да, то есть то, что мы должны чем-то измерить, например, пиццу мы измеряем кусками, да, slices или порциями, одна пицца, вот такая вот кругленькая, как на картинке, это уже a pizza, а просто пицца, это как блюдо, да, без какого-то количества, поэтому мы как бы мы не знаем сколько мы ее съедим, поэтому мы говорим some pizza, let's eat some pizza, пошли пиццы поедим, да, не пиццу одну, а пиццы, какое-то количество, сколько в нас влезет, sounds good. Давайте прочитаем эти примеры. Have you got anything to tell us? Sorry, no news. Can I borrow some money from you? How much do you need? Let's eat some pizza. Sounds good. Итак, друзья мои, последние два блока, да, два примера. I've got some debts. Shall I lend you some money? That would be kind of you. Я в долгах. Тебе денег одолжить? Да, это было бы очень здорово с твоей стороны. Итак, есть у нас проблема. I've got some debts. Мы говорим о наличии какого-то количества долгов. Долги в английском это debts, debt – один долг. Обратите внимание, be в этом случае не читается. И так как долгов у нас, я не хочу говорить сколько, просто как бы намекаю, что у меня больше, чем один долг. Я говорю, I've got some debts. Количество в данном случае не то, что неизвестно или неважно, я сознательно избегаю количества, используя слово some. И второй друг говорит, Shall I lend you some money? Тебе денег одолжить? Почему я не говорю здесь Shall I lend you any money? Дело в том, что когда я предлагаю вам что-то, например, вот в самом-самом начале я вам говорила распространенную связку Would you like some coffee? Would you like some tea? Хочешь чай – хочешь кофе. Я предлагаю вам чай или кофе, потому что они у меня есть. Было бы полным идиотизмом, если бы я предлагала вам выпить кофе, а у меня бы его не было. Поэтому, если я что-то предлагаю, оно у меня 100% есть. Именно поэтому я использую слово some. Я этим как бы показываю, что у меня это есть. Соответственно, и здесь, если я предлагаю одолжить деньги Shall I lend you some money? То я, естественно, у меня есть достаточно денег, чтобы одолжить. Если бы у меня их не было, я бы не предлагала тебе свою помощь. Поэтому вот здесь слово some, оно намекает, что то, что я тебе даю, хоть это и вопрос, да, друзья мои, но я предлагаю тебе то, что у меня 100% есть. Поэтому я говорю some. И некорректно в данном случае использовать any. Shall I lend you some money? That would be kind of you. Это было бы очень мило с твоей стороны. I've got some debts. Shall I lend you some money? That would be kind of you. И последний пример. I have something for you. Ah, a surprise. I love surprises. У меня для тебя кое-что есть. Ух ты, сюрприз. Обожаю сюрпризы. Итак, у меня кое-что есть. 100% что-то, кое-что у меня есть. В английском языке это something. Something. I've got something for you. А, a surprise. Ух ты, сюрприз. I love surprises. Обожаю сюрпризы. I love в данном случае не обязательно переводить как я люблю сюрпризы, можем сказать обожаю. Surprise, да? Итак, еще раз повторяем эти примеры. I've got some debts. Shall I lend you some money? That would be kind of you. I have something for you. Ah, a surprise. I love surprises. Великолепно, друзья мои. Мы с вами переходим к финальной части, где мы еще разочек просто повторим все наши примеры в более быстром темпе. Let's do it. There are some good moments in her life she likes to remember. I know some good poems. I want to dance with somebody. Did anybody listen to his report? Is there anybody to help me? I haven't got any experience of living by myself. Are there any suggestions to discuss? Yes, we have some. Let's get started. Have you got any cash to pay? Yes, there is some in my pocket. Are there any problems with your car? Yes, there are some. I need to call to the car service. I need to call to the car service. I have hardly any groceries in my fridge. I need to buy some. Somebody was looking for you yesterday. Oh, yeah? I didn't arrange any meetings for yesterday. Does anybody know anything about the accident? Do you know anybody who knows Tom's new address or at least his phone number? No. Nobody loves me. Oh, come on! I'm sure your mom loves you. There aren't any witnesses of the accident. Have you got anything to tell us? Sorry, no news. Can I borrow some money from you? How much do you need? Let's eat some pizza. Sounds good. I've got some debts. Shall I lend you some money? That would be kind of you. I have something for you. Ah, a surprise. I love surprises. И еще раз, друзья мои, все, что мы здесь разобрали, вот оно здесь на одном слайде собрано для вашего удобства. Ваша задача – поработать с обратным переводом. Сделайте перевод с русского на английский. Вроде бы, казалось бы, простое задание, но я думаю, что у некоторых оно может вызвать некоторые трудности. И дальше потренируйтесь, поищите дополнительные примеры, по данному непростому правилу, друзья мои. Если объяснения, если примеры вам понравились, не забудьте нажать лайк. Обязательно поддерживайте. Мой канал, ваша поддержка крайне важна для того, чтобы проект OK English развивался. С вами была Елена Викторовна, канал OK English Elementary. До скорой встречи, друзья мои. Bye-bye. Субтитры создавал DimaTorzok